Счастливого пути! Будьте внимательнее с рулем! Всем доброго дня! Сейчас хочу рассказать вам, как пользоваться программой GoNexGen SkinPong, потому что у многих пользователей после перехода с программой GoPrim на GoNexGen возникает много вопросов. Как в этой программе искать координаты? Как в этой программе забивать адрес? Как в этой программе смотреть по маршруту заправки либо парковки? Все эти моменты я вам сейчас покажу в этом видео. Итак, начнем с самого простого. Поиск адреса. Нажимаем кнопку меню. Кнопка меню у нас находится справа внизу, там где батарейка нарисована. Нажимаем сюда. Пункт назначения. Нажимаем кнопку адрес. Не поиск по всем категориям, а именно нажимаем кнопка адрес. Выбираем страну. Пускай это будет Германия. Выбираем Германия. Город. Адрес я вам сейчас на картинке покажу. Тот, который я буду искать. Кельн. Выбираем. Видите, программа нам сама подсказывает. Нужен нам город. Когда мы вводим пару букв. Название улицы. Выбираем. Дальше. Номер дома. Выбираем. У меня номер дома 1. Нажимаем на него пальцем. И программа нам показывает, где этот номер дома. Если у нас все правильно. Программа показала нам ту точку, которая нам нужна. Мы можем нажать кнопку выбрать пункт назначения. И программа сейчас нам спросит, какие у нас габариты. Эти все функции. Все параметры, точнее, мы можем менять. Если все в порядке, ничего менять не нужно. Нажимаем кнопку ОК. И программа начинает просчитывать маршрут с нашего местоположения в ту точку, куда мы его только что отправили. Чем дольше маршрут, тем естественнее программа будет дольше просчитывать этот весь маршрут. Вот, смотрим, 1878 километров. Вот программа сейчас вернулась на стартовую страницу. Это основная страница навигации. Правую колонку здесь можем в настройках скина, настройках кабины, это все убирать, включать, выключать, что вам нужно, как нравится. Это каждый уже под себя настраивает. Я поставил зону отдыха, чтобы нажать на эту кнопочку. И меня сейчас по маршруту покажут ближайшие заправки, точнее, не заправки, покажут ближайшие парковки. Видите? Практически по всему маршруту. Вот мне программа выстроила такие значки, эти места отдыха, лесники так называемые. Мы эту кнопку можем менять, можем убрать ее вообще, чтобы ее не было. Дальше тут трафик, масштаб, поиск координат, точки избранные. И тут тоже у меня выведены на этой кнопке точки интереса, от компании точки интереса. Их сейчас нету. И там в настройках стоит, чтобы показывало точки эти в радиусе 20 километров. В радиусе 20 километров в данный момент из точек интереса ничего нет. Итак, что мы сейчас видим на экране? 1878 километров нам до конечной точки. Время в пути 24 часа 44 минуты, приедем в 16.37. Эти все параметры можно менять в настройках, тоже выставлять их местами, менять и разную сюда информацию выводить. Итак, как искать адрес? Я вам только что показал. Давайте я сейчас еще покажу, как искать по индексу. То есть мы можем искать и по адресу, если у нас адрес есть, и по индексу. Итак, так же самое. Нажимаем, выбираем Германия. Видите? Город или почтовый индекс. В данный момент мы будем вводить только почтовый индекс. 51, 149. Стоп. Еще раз. 51, 140. Выбираем 149. Название улицы. Улица. Номер дома. Вот. Та же самая точка, что мы искали по адресу. С этим ясно. Давайте покажу, как ищутся координаты в этой программе. Войгл Прима там немножко по-другому. Меню нарисовано. Войгл Нексген Скинпонга сделано чуть-чуть иначим образом. Нажимаем кнопку меню. Пункт назначения. Ищем координаты. Убираем то, что у нас здесь написано. И пишем те координаты, которые нам нужны. 50.905. 85.5.5.2. Нажимаем кнопку ОК. Вводим следующую строку координат. Убираем все полностью. Пишем. 0.7. 0.7.9.9.7.5.0. И нажимаем кнопку старт. Нам сейчас программа покажет это место, которое мы искали. Я поставил точку. Там на гугл карте посмотрел. Рядом с тем местом, где у нас финиш стоит. Итак, мы можем эту точку, которую только что нашли, выбрать пунктом назначения. То есть поехать туда. Заехать. Вот у нас видите флажок. Сделать это промежуточной точкой. Можно эту точку, сохраненные места, сохранить. Называем как нам нужно и добавляем ее в наши избранные места. Либо просто нажимаем выбрать пунктом назначения. Программа еще раз спрашивает, какие у нас габариты. Нажимаем кнопку ОК. И идет планирование маршрута. Заново. Заново постройка маршрута на новую нашу точку. Сейчас видим. Можем посмотреть справку о маршруте. Стоп. Нажимаем кнопку Меню. Обзор маршрута. Мы можем на карте посмотреть весь наш маршрут. Можем нажать кнопку Справка о маршруте. Посмотреть тут. По каким дорогам мы едем. Если платные дороги. Видите, дорога с разовой оплатой. Пункт оплаты. Вот, пожалуйста, мы можем посмотреть, где на участке дороги этот есть пункт оплаты. Туннели. Если нам нужно смотреть туннели по маршруту, пожалуйста, видим. И информация по ограничениям по нашему маршруту. Выходим назад с информацией о маршруте. Можем его увеличить. Посмотреть. Куда, как, по каким дорогам проходит наш маршрут. Если вдруг вам нужно изменить ваш маршрут, проложить, поставить промежуточные точки. Как мы это делаем? Самый простой способ. Возвращаемся назад на экран. Пальцем так проводим. 2D режим. Уменьшаем карту. Уменьшаем, уменьшаем полностью. И ищем ту дорогу, которую мы хотим, но через которую мы хотим поставить промежуточную точку и поехать. Ну, например, вот не ехать. Сейчас вам покажу. Не через этот населенный пункт. А мы хотим поехать вот по 12-ке. Нужно нам туда ехать. Что мы делаем? Мы вот так увеличиваем. Увеличиваем карту и ставим точку обязательно на дороге. И на свете снизу кнопка выбрать промежуточный пункт. Нажимаем. Программа спрашивает. Точнее программа показывает наше местоположение. Старт нашего маршрута. Потом промежуточную точку, которую мы только что поставили. И вот наш финишный адрес. Нажимаем проложить маршрут. Кнопка ОК. Программа спрашивает, какие у нас габариты. Видим сейчас. На экране у нас появился желтый флажок. Ждем. Сейчас программа досчитает до конца. Мы опять увеличиваем. Давайте нажмем меню. Обзор маршрута. И мы сейчас посмотрим. Программа проложила так, как мы хотим. Либо нет. Смотрите. Вот. Доводит до радума. И дальше возвращает. Опять хочет тянуть. Поверху. Да. Мы хотим заставить ее ехать через этот маршрут. Что мы делаем? Добавляем еще один промежуточный пункт. Опять. Самый простой способ. Но, как мне кажется, мне так удобнее, например, полностью карту отминосовать в обзоре карты. Найти эту дорогу. И мы сейчас еще поставим сюда промежуточную точку. Опять же, увеличиваем ее до того момента, чтобы можно было видеть дорогу. И можно было спокойно поставить эту точку. Чтобы не куда-то в поле она вас повела. А именно на дорогу. Нажимаем еще раз кнопку «Выбрать промежуточный пункт». Сейчас программа нам покажет список. Мы можем эти промежуточные пункты менять местами. Если у нас все в порядке, нажимаем кнопку «Проложить маршрут». Еще раз программа спрашивает, какие у нас габариты. Если все подходит, нажимаем кнопку «Ок» и ждем. Видим, на экране появился второй желтый флажок. Сейчас ждем. Смотрим. Отлично. Программа посчитала так, как нам нужно. Нажимаем «Обзор маршрута» и смотрим. Вот. Мы добились того, что нам нужно было. Мы заставили программу ехать по именно этой дороге. Не через Варшаву ехать по верху, а ехать через Радам, через Лоц и так дальше. Таких промежуточных флажков, пунктов, да, можно ставить очень много. Если вас программа упорно ведет не той дорога, которая вам нужна, вы можете таким образом, как я только что показал, этих промежуточных точек наставить столько, сколько нужно будет до того момента, когда вы не выстроите свой маршрут таким образом, как он вам нужен. Мы можем нажать кнопку «Симуляция» и программа поедет, как будто бы вы будете ехать. Вот она сейчас в «Симуляции» включается. И видим, как будто бы вы будете ехать. Вы можете скорость увеличивать, можете на следующий маневр включить. «На наступному повороте повернуть плавно право». Или остановить симуляцию. Это такая штука, не обязательно ею пользоваться. Это просто, чтобы посмотреть, что оно будет на экране, как показывать. Давайте я вам сейчас покажу, например, если вы выстроили этот маршрут и вы хотите его сохранить, как это сделать. Просто в этом меню, в меню «Обзор маршрута» мы нажимаем эту кнопку и нажимаем кнопку «Сохранить маршрут». Мы можем назвать его, как нам хочется. Нажимаем кнопку зелененькую. Теперь у нас в памяти есть этот маршрут. Я вам сейчас покажу. Мы можем его сейчас удалить. Удалить маршрут. Теперь нажимаем кнопку «Меню». Пункт назначения. Листаем вниз. И у нас есть такая кнопка «Мои маршруты». Нажимаем сюда. Вот наш сохраненный маршрут. Выбираем его. Проложить маршрут. Спрашивает программа, какие габариты. Нажимаем кнопку «Ок». И пошло просчитывание маршрута с нашего местоположения. С учетом этих промежуточных точек, которые мы ранее выстроили. Итак, смотрим. Вот, пожалуйста, тот же самый наш маршрут, который мы изначально делали с помощью этих промежуточных точек. Обзор маршрута. Еще раз смотрим. Да, это этот маршрут. Теперь давайте я вам покажу, как на маршруте смотреть заправки, парковки в программе iGonexgen. Нажимаем кнопку «Меню». Далее. Пункт назначения. Опускаем вниз. У нас кнопка есть «Объекты». Нажимаем. Теперь не сюда идем, а нажимаем кнопку «Поиск по имени или категории». Теперь у нас есть кнопка. Вот здесь. По маршруту. Рядом с пунктом назначения. В границах города. Или в окрестности вашего местоположения. Нам интересна кнопка «По маршруту». У нас выбрана «По маршруту». И мы видим, какие папки с точками у нас тут загружены. Мы ищем, например, нам нужны места отдыха. Они находятся в папке «Парковка». Нажимаем. Выбираем «Зона отдыха». И теперь нам программа будет сейчас просчитывать все эти точки, какие есть по нашему маршруту. Вот. Листаем, 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 листаем. 1028 километров, например. Нам нужно будет остановиться. Нажимаем на нее, на эту точку. И мы смотрим, действительно ли она проходит по нашему маршруту. Видим наш маршрут. Видим, что тут какая-то разметка есть. Действительно, это есть парковка. Вот сверху у нас кнопка такая «Google Maps». Если в вашем планшете есть интернет, мы можем нажать на эту кнопочку. И программа «Igon X-Gen» перебросит координаты в программу «Google Maps». И мы можем посмотреть на снимках, гугловских снимках со спутника, посмотреть, насколько большая эта парковка. Очень удобная функция. Итак, ладно. Нам нужно заехать сюда. Нажимаем «Выбрать». Не пункт там назначения, а мы ставим вот сюда, нажимаем на кнопочку. И у нас появляется еще один флажок в нашем маршруте. Вот. Теперь, помимо тех флажков, которые были у нас, да, у нас еще появился вот этот вот, парковка наша. Нас все устраивает. Мы нажимаем кнопку «Назад», 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 «Назад». «Назад». Как искать точки интереса, если они у вас загружены в программе «Igon X-Gen»? Конечно, лучше использовать программу точки интереса, которая в плей-маркете. Там намного больше точек, чем в программах iGo. Потому что в программах iGo там не полная база всех этих точек. Так что рекомендую вам скачать это приложение. Оно платное, не так дорого стоит. Но там реально очень много полезных мест, которые вам будут полезны в дороге. Итак, нажимаем кнопку «Меню», «Пункт назначения». Листаем вниз. «Объекты». Нажимаем «Объекты». Выбираем поиск по имени или категории. Видим папку «Точки интереса, каденция». Нажимаем. Кнопка по маршруту у нас включена. Мы можем вот так сделать. И нам со всей этой папки «Точки интереса, каденция» все доступные точки по нашему маршруту программа сейчас покажет. Видим «АЭС-24». Парковка есть. Есть стиральная машина. Вот, например, нажимаем на нее, да, и мы посмотрим эту точку. Но она не совсем по нашему маршруту. Она немножко отдалена от нашего маршрута. Но если нам вдруг нужно заехать, мы можем поставить флажок и заехать в эту точку. Также на многих точках есть информация по этом месте. Мы нажимаем кнопку «Информация» и видим, тут есть комментарий, что это такое вообще есть. Что есть на этом месте. Нажимаем «Назад», «Назад», «Назад». Давайте еще какую-то точку поищем. Например, 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 ну вот «Тангпул-24» или вот «Заправка баллонов» вроде. Нажимаем сюда. Давайте посмотрим, что это за точка. Информация. Нет описания. Но такое тоже бывает. То есть мы можем включить эту функцию. Вот просмотр по категории. И мы будем выбирать именно ту точку, которую мы изначально хотим. Например, нам вот «Индастриал зона», «Пауза 9.11». Нажимаем. И вот, пожалуйста, смотрим. Все точки индустриальные. Если они вообще есть по нашему маршруту. Вот увидим желтый такой значок, стрелочка. Это значит, что нужно отклониться от маршрута. Вот можем посмотреть. Вот наш маршрут оранжевым цветом. И эта точка чуть-чуть дальше от нашего маршрута. Можем посмотреть. Буковку «И». Стоянка на 20 грузовиков. Есть освещение. Окей. Видите, есть комментарий к этой точке. Нажимаем еще раз «Назад». «Бесплатная стоянка». Нажимаем. Через 1196, вроде по нашему маршруту, есть эта точка. Смотрим. Опять же, вот наш маршрут. И она не совсем по нашему маршруту. Немножко нужно отъехать. Давайте посмотрим описание. Есть ли какие-то точки описания. Да, есть описание. Можем посмотреть. Пожалуйста, классный человек оставил комментарий к этой точке. Очень полезная информация. Автохофы. То же самое. Пожалуйста, смотрим. Дальше. Платная стоянка. 1203 километра. Но не совсем по нашему маршруту. Вот видим наш маршрут. Пошел снизу, да. А стоянка находится здесь. А давайте посмотрим, есть ли комментарии к этой точке. Вот, пожалуйста. Есть комментарии. Очень полезная информация. То же самое про бесплатный душ. 1117 километров. Красный значок. Это значит, он не прям возле нашего маршрута. Нажимаем сюда. Информации нету по этой точке. Ничего страшного бывает. Нажимаем папку «Заправка». И тут видим «АЭС-24», «АДС» или «Тампул-24». Например, нам нужны «АЭС-ки». Нажимаем. Через 1186 километров по нашему маршруту должна быть «АЭС-ка». Но она, опять же, не совсем по нашему маршруту. Бывает и так, что программа показывает зеленую стрелочку. Вроде должен быть по нашему маршруту, но все равно наш маршрут проходит близко, но не совсем прям так, как хотелось бы. Заправки еще можно искать следующим образом. Выходим отсюда. Выходим. У нас такая папка есть. «Track Petrol Europa». Нажимаем. Тут так же самое мы можем смотреть по категориям, по папкам «АЭС-ки», «Евровак», «АДС-ки», «Тампул-24». Нажимаем «АЭС-ки». Та же самая точка по ходу 1186 километров, что нам показывала только что из точек интереса. Да, та же самая точка. 837 километров. Давайте посмотрим. Тоже точка. Немножко нужно отклониться от маршрута. Так, «АЭС», давайте глянем. 1147 километров. И тоже она не совсем по нашему маршруту. Давайте отключаем просмотр по категориям. И посмотрим вообще по маршруту, какие у нас есть заправки. Есть ли заправки те, которые нам надо. Самый ближайший «Лотос» в Хелме. Это уже заправка идет по нашему маршруту. Уже интересно. Хорошо. Где мы еще можем смотреть заправки? Это у нас так называемый «Юзер ПОИ», пользовательский ПОИ. А есть еще ПОИ от производителя карт. Итак, находим кнопку «Грузовик», «АЗС». И вот поехали. Все ближайшие по маршруту заправки. Ну, это обычные заправки, видите. «АВИАС», «Шелл», «АМИК» и так далее. «Укрпетрол», «Маверс», «Укрнафта», «ВОК». Нажимаем и видим, что она по маршруту есть. То есть, если вас такие заправки устраивают, пожалуйста, можем смотреть в этом меню. Если вам нужны именно грузовые, такого плана, как «АЭСКО», либо «АДС», либо «Танкпулы», то заходим в эту папку, либо в папку «Точки интереса каденции» и выбираем нужную нам точку. Вроде с этим я рассказал более-менее подробно, как это все делать. Сейчас вам покажу еще, как настраивать вот эту вот боковую панель в программе «Igo Next Gen». Для этого мы нажимаем кнопку «Меню», кнопка «Настройки», «Настройки скина», «Настройки кабины», «Кнопки меню», «Кнопки в кабине». И вот здесь мы в этом менюшке можем включать-выключать те кнопки, которые нам нужны. Вы можете добавить кнопку платной дороги, «Включить-выключить», «Дороги без покрытия» включить-выключить, «Объезд участка впереди», «Журнал поездки» можно добавить, можно добавить режим «День», «Ночь» включать-выключать, есть кому нравится это делать. Я, например, поставил самое нужное – это поиск по координатам, настройки таблицы ПОИ, чтобы он мне показывал по маршруту в радиусе 20 км в «Точке интереса», трафик, его можно, в принципе, выключить, не всегда, и GoNexGen показывает правильно этот трафик. Можно, единственное, что еще добавить, кнопку «Избранная», чтобы была у нас быстрая кнопка на экране, добавить в «Избранную» какую-то точку. И «Объекты ПОИ рядом», здесь я выявил на экран кнопку «Зона отдыха», чтобы по маршруту он показывал все эти леснички. И кнопка «Мои места». Вот, будете знать, где это включается. Еще. У меня сейчас включен версия скина стандартной. Если вы включите версия скина лаконичной, у вас многих функций не будет. Вот, например, вроде нету кнопки выбора, выбора кнопок в кабине, нету там в лаконичном. Если мы включим кнопку «Полный», «Полный скин», то там добавится еще много кнопок, которые можно добавить на эту панель. Есть, кому нравится, чтобы был полный режим включенный. Есть, кому нравится, чтобы был только стандартный, либо лаконичный. Это все по желанию. Я ставлю стандартный, чтобы не было, точнее, много лишних кнопок, которые не нужны. Бывает еще, нажимаем кнопку, нажимают пользователи кнопку «Меню», и у нас такая, видите, мониторчик нарисованный. Вот здесь выбор режима навигации. Нам нужно, чтобы был маршрут на карте классика. Если мы включим комбинированный режим, то у нас на полэкрана будут показываться большие такие знаки маневров, а на вторую часть экрана будет показывать карту. И если включить пошаговый режим, то у вас будет черный экран, будут большие кнопки маневра, через курка куда повернуть, и все, карту вам отображать не будут. Просто многие сюда случайно попадают в это меню и ставят, что попало. И потом звонят, спрашивают, блин, а чего у меня черный экран на экране, ничего не вижу, карту не вижу, что делать? Просто делаем так. Классика на карте, все. И все у нас прекрасно работает. По поводу настроек маршрута. Мы нажимаем кнопку меню, кнопка настройки, параметры маршрута. Транспортное средство у нас, естественно, грузовик. Варианты маршрута. Опять, есть кому нравится простой, есть кому нравится быстрый. Короткий не рекомендую ставить, живописный аналогично. Можно еще включать по автострадам, чтобы программа выбирала больше не национальных дорог, а именно по автострадам, по автобанам. Мы нажимаем сюда. Все. Варианты маршрута у нас включен по автострадам. Вот тут мы можем включать дороги и выключать. Опять, многие бывают, отключая длинный туннель случайно пальцем, и программа начинает абсолютно по-другому строить маршрут. Так что будьте внимательны. Если вам по туннелям можно ездить, если там не везете какой-то АДР опасной груз, то желательно, чтобы эта функция была включена, потому что будет абсолютно по-другому строить маршруты. Здесь опять выбираем, делаем простой. Если нам нужно поменять габариты транспортного средства, нажимаем сюда пальцем, сюда, изменить. Еще раз выбираем грузовик, и видим максимальная скорость. Мы хотим с 80 поставить ее на 90. Сейчас давайте попадем в этот параметр. Вот. Супер, 90. Мы можем отключить, чтобы программа каждый раз спрашивала нам про наши габариты. Если мы хотим, чтобы программа спрашивала, мы оставляем. Если мы хотим выключить, чтобы мы один раз ввели габариты, и программа нас не будет больше тревожить по этим моментам, тогда отключаем. Я оставляю это включенным. Если нужно длину поменять, меняем там 18 метров. Готово. Тоннаж можем выставлять. Отключить развороты на всех дорогах. Не рекомендую ставить, пускай будет выключено. Если у вас опасный груз, нажимаем сюда, и естественно выбираем уже то, что нам нужно. Но как показывает практика, программа IGO, и Prima, и Gown X-Gen не всегда учитывают эти параметры при прокладке маршрута. Так, с этим понятно. По поводу настроек карты. Мы нажимаем экран навигации, настройки карты. Мы здесь можем менять точку наблюдения. Это как, насколько близко будет на карте наш курсорчик стоит. Можем поставить близко, можем поставить обычно, можем поставить далеко. Опять, кому как нравится, я ставлю обычно. Режим 3D, либо 2D, и 2D север сверху. Это будет программа нам вот так вот боком показывать. Ставьте либо 3D, либо 2D. Настройки пользователя. Я это отключаю, чтобы когда вы, например, выезжаете куда-то на автостраду, чтобы карта очень далеко не улетала. Хотя есть пользователи, кому нравится эта функция. Мы ее включаем, и мы можем тут влияние скорости, эти все параметры, все это вот здесь вот в бегунках настраивать. Это все индивидуально делайте кому как нравится. Я эту функцию отключаю, чтобы она была фиксирована, у нее какой-то определенный наклон, который она сама выберет, и тогда можно спокойно ехать. Мне так удобно. Кому как нравится, пожалуйста, выбирайте, ставьте, настраивайте под себя. Это не проблема. Цветовой режим автоматически, это чтобы программа вечером переключала на ночной режим, днем, естественно, на дневной. Дневная палитра. Тут мы можем нажать сюда пальцем и выбирать ту палитру карт, которая нам нравится. Опять, это все индивидуально. Включайте таковую, как вам нравится. Ночная палитра, то же самое. Модель автомобиля. Это мы можем менять курсорчик. Опять, все индивидуально. Размер авто можем его увеличивать, можем его поставить такой, как был. Здания можем отключить, чтобы их не было. Можем включить. Опять, здания не везде будут в Европе показываться. Обычно только в центрах больших городов. Доста примечательности то же самое. Рельеф, объемный рельеф местности, его можно выключить, можно включить. Еще такой момент. Таблет, таблички улиц в 2D режиме, табличка улиц в 3D режиме. Если вы так подключаете, вы потом, когда будете карту просматривать, вы не будете не видеть ни названия дорог, ни названия городов, через которые вы едете. Так что, эту функцию не трогайте. Журналы. Это журналы поездок. Если вы хотите, чтобы программа писала, где вы ездили, оставляем включенными, и потом на карте можно просмотреть эти все журналы. Настройки объектов пои. Это то, что будет программа показывать на карте. Опять, это все индивидуально. Что хотите, то и включайте. Я тут включал то, что я считаю нужным. Многим эти точки не нужны. Например, такие точки, как магазины. Не всем нужны магазины. Еда и напитки, выбираем, да, и тут много выключенных и много есть включенных. Если вам что-то мешает, просто мы это отключаем и оставляем только то, что нам нужно, чтобы отображалось на карте. Вроде объяснил просто, доходчиво. Если вдруг какие-то вопросы есть, номер мой под видео я оставляю. Так что ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезно. Может какая-то еще вас информация интересует, пишите комментарии. Как будет время, я обязательно запишу видео по вашим запросам. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.